9 июля 2021 года, 22.00. Евгений Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. У вас стартовал четвертый этап Гран-при, Кубка Черного моря. Расскажите, что там у вас интересного происходит? В Краснодарском крае много что интересного. Этапы проходят в разных местах. Четвертый этап уже к нам перешел. К нам это в город Новороссийск, правильно я понимаю? Да, в город Новороссийск. У нас фестиваль имеет статус еще «Малая земля», то есть уже с 2013 года. Турнир у нас большой. Сейчас он стал международный и вывеска стала еще более мощная. У нас не как в других этапах, все стартует с Блица и с Быстрых, потом уже Классик. Поэтому официальное открытие соревнований у нас назначено на 12 июля. И в рамках фестиваля очень много мероприятий, включая фестиваль шахматных игр. Это наша федерация городская выиграла грант. Поэтому его реализовываем. Ну и плюс еще, который Кубок России среди мужчин у нас проходит по быстрым шахматам. Кубок, детский Кубок России, этап. И также Кубок России по шахматам среди мужчин. Ну, не считая еще Блица. Вот сегодня у нас Блиц был, то есть стартовали с Блица. Всего было 164 участника. Из них 11 гроссмейстеров и 1 гроссмейстер женский. То есть 12 гроссмейстеров, можно так сказать, играло в турнире. То есть состав достаточно сильный. Была борьба упорная. Первое место у нас определились по дополнительным показателям. Два участника набрали по 10,5 очков. Третье место 10 очков. То есть первое место нам это тем более приятно. Не то, что это один из сильнейших гроссмейстеров Юга России Краснодарского края. Но это новороссиец Антон Демченко. Вот он занял первое место. Нам, конечно, это вдвойне приятно. Поздравляем вас сильно. Да, вот. И второе еще приятно, что все три наших местных гроссмейстеров все играли в турнире. Такое достаточно редко у нас происходит. Хоть они и в Новороссийске, но в этом турнире все трое сыграли. Еще играл Панарин Михаил. Он занял 10 место. И Никита Петров сегодня немножко ему тяжело было. Он буквально вчера только вечером приехал из Ольгинки. Ну и видно все-таки это сказалось. Конечно, беспределенное перемещение между турнирами это на самом деле. Да, то есть он играл, по-моему, чуть ли не во всех этапах. Вот я не знаю, в Ло, по-моему, не играл. Не помню. Нет, играл, по-моему. То есть тяжело, конечно. Усталость накапливается определенная. Поэтому по итогам турнира можно сказать, что, вот я не договорил, да, то есть конкуренция была большая. И для нашего турнира, для Новороссийска, это, конечно, топовый турнир. Впервые у нас такой состав собрался. Это вдвойне приятно. И, конечно, со стороны администрации города проведена работа Федерации шахмат Новороссийска и Краснодарского края. 12 июля мы ожидаем главу города. Это точно. Он уже придет второй раз на шахматы за этот год. Это хорошо. Сегодня у нас на маленьком открытии, так как пока официального нет, да, был депутат городской думы. То есть не просто так он был, не просто он сказал слово. Он поддерживает фестиваль «Малая земля» не на словах. То есть порядка... Кто это? Это у нас Середин Георгий Викторович. У него, скажем так, он поддерживает социальные проекты. И вот он увидел, как бы влюбился в шахматы. То есть он увидел, соответственно, наш совместный проект. То есть он курирует наше общество «Единая семья». В городе есть такое общество новороссийское. Соответственно, мы уже открыли три клуба в Новороссийске, где семейный шахматный клуб. Где приходят родители с детишками, играют в шахматы. С ними занимаются тренеры. В частности, этот проект у нас курирует... Который возглавляет Сергей Николаевич Костарев. Он у нас в Краевой Федерации возглавляет комиссию ветеранов. Вот он курирует у нас по городу этот проект. Соответственно, это зашло удачно. Один турнир уже провели мы среди школьников. То есть это среди любителей. Не профессиональных шахматистов, а любителей. Призовой фонд там был общий 150 тысяч. То есть это приятно. Игорь Михайлович, а мы депутата пригласили в Попечительский совет Федерации Новороссийского? Да, его пригласили. То есть на ближайшем президиуме будет у нас утверждение Попечительского совета. Причем я могу сказать, что у нас проходил уже традиционный оргкомитет в администрации к Малой Земле. При участии замглавы, который лично тоже посещал шахматные турниры, вот он будет на открытии. Но мы двигаемся дальше. То есть я потом еще выставлю новость. Недавно у нас сделан также ролик про шахматы в городе, который будет на всех экранах города транслироваться. То есть во время турнира, конечно, это будет пока не символизировать Малую Землю. Почему? Потому что мы еще не успели отснять. Вот сейчас во время Малой Земли будет ролик делаться. И к закрытию нашего фестиваля будет транслировать ролик на закрытие, и дальше мы его запустим по городу. Пока мы просто о шахматах сделали ролик детишки, играют в шахматы. Евгений Михайлович, а вот какие дополнительные мероприятия будут проходить в рамках этого мероприятия? Расскажите поподробнее. Традиционных много мероприятий, которые мы проводим ежегодно, это в первую очередь шведские шахматы. Они уже прошли сегодня, то есть они открывали перед Блицом, когда шла дополнительная регистрация, у нас играли шведки. То есть 25 команд было, это рекорд для Малой Земли, скажем так. И здесь тоже были дополнительные категории. Я могу сказать, что для фестиваля неплохие призы были. То есть 20 тысяч призовой фонд был, для турнира по 5 минут, который за 2 часа закончился, это очень неплохо. Причем сам Георгий Викторович посетил, посмотрел это, то есть площадку, при его поддержке это прошло. Наградили не просто первые 3 места, а наградили еще 3 лучших семейных команд. То есть у нас было 5 семейных команд. То есть у нас бренд сейчас шахматы и шахматная семья. В рамках этого проекта будет еще фото-конкурс, который сегодня стартует. То есть во время Малой Земли до 16 июля можно присылать фотографии, где семья играет в шахматы, ну и так далее. И по итогам будут хорошие призы, которые получены 19 июля. Также по семейному сценарию, где шахматы позиционируются семейной игрой, у нас пройдет эстафета, шахматная эстафета, единая семья. Среди папа, мама, я, скажем так, только с шахматным уклоном. И игра конди-чест, где шахматы с элементом легкой атлетики. Ну и гвоздь программы, наверное, в ДОП все-таки мероприятиях, это будет матч поколений. К сожалению, он у нас не прошел по гранту, но мы все-таки в федерации, это было и мое предложение, я настоял, чтобы мы его провели все-таки. Это будут играть 10 лучших ветеранов города, экс-чемпионы города, призеры города против наших юных дарований. То есть у нас там 2-3 чемпиона Краснодарского края среди детишек, которым 9-8-7 лет. Разница в возрастах 600 лет получается. То есть если сложить этих участников, в этом как бы фишка. Ну это интересно, это интересное решение. Эти 10 досок будут с онлайн-трансляцией, то есть они будут все в интернете, будет в СМИ это все освещено. И телевидение у нас приглашено на 4 дня, то есть на открытие, на закрытие, на матч поколений и еще фестиваль шахматных игр, когда будет проходить. То есть все это будем освещать. Ну и самое главное, что все-таки матч поколений это патриотическая акция. То есть все-таки у нас город легендарный, город-герой. Дети вместе с ветеранами, с экскурсоводом проедут на автобусе к мемориалу, где будет возложение цветов, будут присутствовать депутаты. После этого мы пройдем в мемориал «Малая земля». Ну, соответственно, после этого приедут на матч и сыграют вот такой дружеский, интересный матч. Мне самому даже интересно, как это все-таки действие пройдет. Хоть и все планирую по минутам, но очень интересно будет. Это будет 14 июля в 18.00. То есть он будет консультироваться. Сейчас готовим к этому площадке. То есть это дополнительная площадка, помимо основного игрового зала. Ну, а все остальные мероприятия у нас проходят традиционно. То есть помимо, скажем, шведских шахмат, у нас запланирована шахматная викторина «Что, где, когда?», где тоже команды участвуют. Также запланирована экскурсия в Абрау-Дирсо, то есть для наших гостей. Тоже, соответственно, пользуются успехом. Лекция для родителей. У нас есть человек, именно из Новороссийска, кандидат мастера спорта. Девушка, вот, не святая Анжелика Викторовна. Она закончила магистратуру и аспирантуру по этому направлению, шахматы и, соответственно, психология в шахматах. То есть это очень интересно, потому что мы понимаем, что без родителя, тренера и ребенка, треугольника, конечно, результата не будет. Здесь очень такая тонкая грань, то есть мотивации и всех остальных вещей. И в дополнение ко всему этому у нас будет Всероссийский судейский семинар, который пройдет с 16 по 18 июля. У нас три лектора, то есть два международных арбитра. Ватлин Александр Владимирович Шукан Александр Владимирович и арбитр Феда Якименко Александров. То есть, как бы, такая программа достаточно насыщенная. На самом деле насыщенная программа, потому что мы понимаем, что шахматисты, они особо не любят отвлекаться, но мы понимаем, что шахматный день, он длится 2-4 часа, а чем занимает себя в остальное время, не всегда понятно. Поэтому этот опыт, мне кажется, интересен, его надо транслировать. Я думаю, по итогу мы подведем результаты, понравилось, не понравилось, что получилось, не получилось. Я хочу пожелать вам успехов, у вас, наверное, самый такой масштабный этап гран-при, мне так кажется. Может быть, я просто ошибаюсь? По количеству людей, я думаю, в июне вот морская гавань, она может быть по количеству масштабнее, но если говорить по мероприятиям, я, кстати, еще не сказал, что у нас будет мастер-классы, то есть сеансы одновременно игры, параллельно сразу 8 сеансов будет проходить, которые будут давать гроссмейстерам. А как одновременно сеансы будут и турнир, то есть по окончанию турнирных партий? Нет, у нас будет сразу 8 игровых площадок, на которых будут давать, и один мастер-элигросмейстер дает сразу 8 участникам сеанс. Конечно, 64 участника должны быть, которые будут награждены по итогам, дети лучшие, то есть обязательно призами награждены и так далее. Ну и конкурс решения задач, это тоже наша фишка, мы ее всегда проводим. Поэтому, может, я еще что-то упусти? Евгений Михайлович, а какой коллектив участвует в организации всего этого мероприятия? Вот сколько человек? Так, у нас на данный момент всего находится порядка 20 судей. Местных мы привлекаем, конечно, больше, помимо судей. То есть всего в организации, ну я так, по скромным подсчетам, где-то человек 30 принимает участие. Это непосредственно на турнире, который находится. Я уже не говорю про тех людей, которые помогают вокруг, около. То есть у нас, всем судим, вот мы на классику организуем специальные майки с символом Новороссийска, то есть у нас такой бренд города. Причем не просто, а именно брендовое название. Ну, все увидим потом, что получится. Я сам, честно говоря, много что делаю первый раз, переживаю, что где-то будут упущены моменты. Тем более форс-мажоры бывают. Например, сегодня форс-мажоры перерубили кабель на соседней стройке, и мы остались без электричества с 7 утра до 14.00. А у нас шла мандатка, подготовка без кондиционирования, то есть это ужасная жара. Какая температура за бортом, как говорят? Ну, на улице, слава богу, нас спасло, что после 4 часов подул ветерок, вот, и солнце немножко ушло, но температура, конечно, за 30. Вот, и поэтому наши кондиционеры, к сожалению, за час, игровой зал огромный, конечно, не смогли обработать. Вот, пытались сделать что угодно, но сегодня играть было не очень комфортно, честно скажу. Ну, такие вещи случаются тут предвидеть. Форс-мажор от нас не зависит, по крайней мере, главное, пытаться из него выходить. Все, Евгений Михайлович, большое спасибо. Я думаю, мы еще промежуточно будем подводить итоги. Мне кажется, самое такое масштабное мероприятие у вас, и ваш опыт, он важен для всех остальных, мы его будем дальше транслировать. Большое спасибо. Спасибо вам, на связи, до свидания.